Привет! Это тренерский подкаст «День отдыха», где я отвечаю на твои вопросы, делюсь информацией и еще много чего интересного. Меня зовут Сергей Федоров, и если ты готов, поехали! Бодренько начали, так же бодренько и продолжим. CrossFit Invictus решил провести такой эксперимент, чтобы узнать, какие атлеты быстрее набирают форму и дольше в ней остаются. Для этого они собрали группу новичков, разделили их на 4 части и провели такое годовое наблюдение за ними. Первая группа – это ребята, которые тренировались по общей физической подготовке, делились своими результатами, писали о своих проблемах, и у них стоял один коуч, который их мотивировал. Вторая группа – ребята точно так же тренировались по общей физической подготовке, но у них не было ни тренера, ни группы, никого. Они только скидывали результаты в одну огромную клубную базу. Третья группа – это ребята, которые начали тренироваться по специальной физической программе для участия на соревнованиях. Понятно, что нагрузка у них была гораздо выше. У них была также сформирована группа, где они точно так же общались, делились информацией друг с другом. И четвертая группа – это группа, где ребята тренировались по специальной физической программе, точно так же готовились к соревнованиям, но это были ребята-индивидуальщики, без тренера, без группы, наедине с самим собой. Каждые три месяца ребята должны были сдавать тесты, чтобы определить уровень своей физической подготовки, а тренера могли проанализировать, насколько их программа эффективна и насколько их метод эффективен, чтобы доказать свою же гипотезу. После первого теста все показали практически одинаковые результаты, и целостность группы была не разрушена. После полугода тренировок тренера обнаружили, что группы атлетов, спортсменов, индивидуальщиков больше нет. Через 9 месяцев не стало и группы общей физической подготовки, которые также занимались индивидуально. После года тренировок обнаружилось, что атлетов, спортсменов стало втрое меньше. Куда делись остальные? Ведь у них был мотиватор. Оказывается, больше половины атлетов получили травмы, несовместимые с продолжительностью тренировок. Да, мотивация сильная вещь, тут не поспоришь. И по сей день существует группа общей физической подготовки, которая сообща тренируется, выкладывает свои результаты, делится, и группа растет все больше и больше. Для многих покажется странным, но представляешь, из этой группы 10% человек вышли на второй этап после CrossFit Open. Вот это да. То есть, какой вывод отсюда? Хочешь тренироваться легко, собирайся в группы, делись результатами и иди к своей цели весело играючи. А теперь ответы на твои вопросы. После занятий CrossFit начинают уходить мышцы. Что делать? Да, такое возможно, если в твоих тренировках преобладают такие свойства, как длительность больше 20-30 минут, легкий вес, а вообще может быть и работа только собственным весом тела. Ну и стандартные кардиоупражнения. Что нужно сделать, чтобы мышцы прилипали? Питание. Это первое. А второе, в тренировке добавь среднее количество повторений. Обязательно работу со штангой, с гирями, с гантелями, переносы, рывки, толчки, тяги. Все базовые упражнения, комбинируй их и добавляй раз в неделю тяжелый день. Там, где ты тренируешься только со штангой, в спокойном режиме, на определение тоннажа. Я бы всю жизнь этим занимался. Следующий вопрос. В каком режиме тренироваться? Спасибо ребятам, которые помогли ответить на этот вопрос заранее. И да, действительно, есть несколько режимов тренировок. Первый, самый популярный кроссфит режим, это 3 плюс 1. Три дня тренировок подряд. Понедельник, вторник, среда, четверг, отдых. Пятница, суббота, воскресенье. Тренировка, понедельник, отдых и так далее, и так далее. Второй режим, и он больше нам подходит, это три дня тренировок в неделю. Понедельник, среда, пятница, стандартные. Самый действенный режим тренировок для нашего менталитета, это понедельник, вторник, среда, тренировки, четверг, отдых, пятница, суббота, тренировки, воскресенье, отдых. В принципе, по этой схеме я пишу тренировки в нашем закрытом телеграм-канале. Но есть еще один не менее популярный режим тренировок, это тренировки выходного дня, суббота и воскресенье. Представляешь? И он бы, наверное, многим подошел, если бы они знали, как тренироваться в эти дни. Если вы вспомните, как мы проводили раньше свои выходные, еще в 90-х, 80-х, то вспомните. Суббота, это тяжелая тренировка со штангой, игровой день, приседания, жимы, тяги, рывки, вечером футбол. Воскресенье, это лыжи, бег, велики, активный отдых. То есть мы можем перевести это на наш язык. Суббота, работа со штангой, короткая, интенсивная, мощная. Воскресенье, кардиоработа. Следующий вопрос. Как питаться для выносливости? Я бы сказал, что с питанием еще проще, чем все это могло казаться. То есть питаться надо регулярно в соотношении 40% углеводов, 30% белка, 30% жиров. Углеводы простые, необработанные. Те, которые долго усваиваются. Те, которые нужно готовить, варить, парить и так далее. Белки доступные, жевательные, легко усвоимые. Жиры полиненасыщенные, простые, экологически чистые. Но если ты на тренировке решил увеличить выносливость, а именно ту работоспособность, которая тебе необходима для продолжительной тренировки, то здесь помогут изотоники. Самый простой изотоник, который можешь ты сам приготовить, это вода, сода, изюм, компот из кураги. Следующий вопрос. Как научиться ходить на руках? Есть два варианта. Это тупо следовать тому, что скажет тренер. Второй вариант самостоятельно. Самостоятельно ты выстраиваешь прогресс развития ходьбы на руках. Сначала тебе нужно усилить плечи, усилить руки для того, чтобы находиться в этой стойке на руках. Поэтому научись сначала забрасывать ноги на стенку. Дальше научись балансировать. Дальше тебе необходимо переходить к движению. Поэтому начни маршировать на руках, в стойке на руках. После этого создай некое расстояние между тобой и стеной для того, чтобы пройти хотя бы один шаг до стены. Дальше увеличивай это расстояние от начала стойки на руках до стены до метра, полутора метров. Может быть сантиметрами и так далее, и так далее. И потихоньку ты найдешь, начнешь ходить. Регулярные тренировки в стойке на руках или ходьбы на руках обычно составляют две тренировки в неделю. Этого достаточно, чтобы восстановиться после тренировки, набрать сил и приступить к следующей. Но если тебе нужен тренерский пинок, ты можешь воспользоваться моим предложением. В моей закрытой группе скоро стартует курс ходьбы на руках. Это 24 тренировки, примерно 10-12 недель. Все зависит от того, как ты быстро будешь развиваться. Полностью автоматизированная программа, мобильное приложение, где ты ставишь результаты по выполнению. Я это смотрю, оцениваю и мотивирую тебя дальше. Ты обязательно пойдешь? Вопрос. Можно ли стать сильнее без применения штанг и гантелей? И вообще весов, я так понял. Встречный вопрос. Сильнее, чем что? Чем кто? Чем когда? Чем ты сейчас? Ну, может быть, если ты этим никогда не занимался. А вдруг ты чемпион мира по пауэрлитингу и решил поехать на отдых, провести там 3 шикарных года без штанг, без оборудования и спрашиваешь у меня, могу ли я стать сильнее? Ну, тогда нет. Можно развить силу до определенных значений. Без штанг и без гантелей. Делать следующим образом. Когда ты чувствуешь, что больше сделать не можешь, вот здесь и начинается твоя тренировка. Сделай еще от одного до пяти повторений. Но тебе каждый раз придется доводить себя до этого момента, до этого экстаза. Это долго, изнурительно и, скорее всего, может быть так, что ты до него и никогда не дойдешь, потому что ты до этого состояния развиваешь выносливость. Ты просто быстрее станешь выносливее, чем сильнее. У каждого упражнения работы собственным весом тела есть силовые упражнения. Посмотри, подтягивания, строгие подтягивания. Отжимания, строгие отжимания, медленные отжимания, отжимания на одной руке, подъем корпуса лежа, планка, удержание лодочки, уголки, приседания, выпрыгивания, запрыгивания на высоту, приседания пистолетиком и так далее, так далее. В каждом упражнении ты можешь найти то сложное упражнение, которое тебе не дается. Так вот, силовая тренировка должна у тебя включать эти упражнения. В моей закрытой группе, где я веду ребят к цели, существует несколько разделений, несколько вариантов тренировок. Это силовая, кондиционная и дополнительное задание. Плюс у каждой части есть варианты. Это гиревая, со штангой и собственным весом тела. Как раз там, где собственный вес тела, я даю вот эти сложные упражнения, которые помогают тебе развить силу, мощность, скорость, реакцию, точность, баланс, координацию. Подать заявку можно прямо сейчас, я тебе ответным письмом напишу условия. Вообще, туда вход платный. Подписка месячная. Поплачиваешь, я тебя впускаю, загружаю в мобильное приложение, тренируешься вместе с нами, кайфуешь, растешь и радуешься жизни. На этом все. Если у тебя были вопросы, задавай их в чате. Пиши мне в личку, прочту и отвечу тебе в следующем подкасте. Поставь лайк, если тебе нравится такая подача информации. Подписывайся на мой телеграм-канал Силы Выносливость. С тобой был тренер Федоров Сергей. Увидимся. Пока. Продолжение следует.